Как мужик скажет, так оно и будет. Кто должен больше зарабатывать, мужчина или женщина? Я тебе скажу больше, мы начали смотреть «Супермаму». Многие думают, что мужчина равно деньги. Спасибо большое. Мы сами. Я понимаю, что да, если ни копейки в семье не будет, но я пойду работать грузчиком. Но даже грузчики в то время не работали. Мне как мужчине хочется заботиться о своей женщине. Я Никита Добрынин, теле- и радиоведущий. Я занимаюсь блогингом, предприниматель. Отличный муж. У меня необычная семья. Или, возможно, обычная для кого-то. Это будет тоже классно. Очень любящая, очень заботливая. Я родился в семье, где прадедушка и прапрадедушка священники. Мои родители обычные люди, а не миллионеры. Родители, которые своему ребенку хотели и дали любовь. Самое главное, они дали мне какую-то жизненную мудрость и уверенность в своих силах. И я, наверное, благодаря своим родителям сейчас такой, какой я есть. И я горжусь тем, что они мне дали. Это сложная тема, потому что я своего отца практически не знал. Я его помню исключительно по фотографиям. Я помню какие-то флешбеки просто о встрече даже не со своим отцом, а со своей бабушкой, получается, по линии отца. Какие-то отдельные игрушки, пластиковые машины, которые мне дарили. И это все мои воспоминания. Есть одна фотография, там, где мама меня держит на руках. Рядом улыбается папа. И, наверное, это такое единственное воспоминание, которое связано с отцом. Моим воспитанием больше занимался дедушка. И, возможно, многие какие-то жизненные принципы он заложил во мне. Отчасти они старомодные. Это определенная модель поведения. Быть уважительным, старшим. Возможно, какая-то излишняя. Мне иногда говорят, что нельзя быть таким джентльменом, условно говоря. Но это не то, что я пытаюсь быть обходительным. Это просто то, что заложили мне с детства. Меня воспитывал мой дедушка. И я благодарен ему за это воспитание. Жизненные принципы — быть добрым к людям. Жизненные принципы — быть уважительным. Любить свою женщину, заботиться о ней. В нашем доме не было дня, когда стояли пустые вазы для цветов. Дедушка постоянно... Господи, я не знаю, как ты волнуюсь. Дедушка постоянно дарил бабушке цветы. И это было настолько круто. Я это видел с самого детства. Как он любит свою женщину. То есть для меня это... Короче, это было круто. Звучали ли от твоего окружения в тот момент детства фразы по типу «мужины не плачут», «мужины не ноют, даже не девчонка»? Сейчас, я не знаю, че это... Сейчас, смотри. Шутим, что у меня от Даши это передается все. Эмоции. Слышал ли я это в детстве? Да. И мне приходилось в детстве часто скрывать какие-то свои эмоции, свое волнение. И я это успешно делал. И мне, наверное, стоило большого труда как раз научиться показывать свои эмоции. Потому что я в какой-то момент понял, что это невозможно... Ну, это влияет очень сильно на твою нервную систему, на твою психику, когда ты хочешь проявить какую-то эмоцию, а тебе вроде бы нельзя. Потому что ты пацан там. Ты упал, раздер себе колено. У меня просто все ноги в шрамах с детства. И ты ударил колено, и ты понимаешь, что сейчас тебе хочется орать и плакать, но в твоей голове звучит какая-то фраза, так, парни не плачут. И ты такой просто страдаешь с этим коленом и ничего не можешь сделать. Хотя людей рядом нет. Никто не увидит, что ты плачешь, но ты это себе разрешить даже не можешь. Да, у меня такое было в детстве. И я срывался, я орал, бил, ломал игрушки, предметы. Просто потому что накапливаешь эмоции, ты их не можешь в какой-то момент показать, но потом это все выливается. И я это до сих пор в своей жизни ощущаю и чувствую, когда я накапливаю эмоции и срываюсь в какой-то момент. И чтобы исправлять это в себе, я пошел к психологу уже, наверное, лет пять. Я работаю с психологом, и это круто, потому что я учусь смотреть на себя со стороны. Многие люди даже считают, что это некая слабость, а-ля «что, ты ешь к психологу, ты что, больной?» Вот это же так воспринимают многие. Но ты же в церковь, например, ходишь не потому, что ты одержимый и нужно, чтобы из тебя выгоняли бесов, правильно? Ты ходишь в церковь, потому что тебе хорошо, и ты благодаришь за то, что у тебя все классно. Точно так же и с психологом. Ты пытаешься сделать свою жизнь еще лучше. Именно психолог мне помог и просто показал мне со стороны, что это абсолютно нормально, когда ты показываешь эмоции, когда ты злишься, когда тебе грустно, и ты грустишь. Когда тебе весело, и ты смеешься. На самом деле, это так банально, но мне иногда это очень сложно. В начале наших отношений, наверное, нет. Когда мы начали жить с Дашей уже вместе после финала, когда мы вместе смотрели еще эфиры, понемногу я открывал свой характер. Почему понемногу? Потому что у меня есть полно минусов в моем характере. И я старался их понемногу раскрывать, показывать, и Даша меня принимала таким. Я понимаю, что я не смог бы держать марку идеального. Иногда я злюсь, иногда я психую. И я показывал ей это, и она меня принимала. Понемногу мы как-то вот открывались друг к другу. Да нет, это же часть меня. Я не стеснялся своих слабостей, либо каких-то своих там нехороших проявлений. Вот я бываю хорошим, я бываю плохим. Я бываю добрым, я бываю злым. Но это часть меня. Чего мне стесняться? Ты знаешь, сильный мужчина — это не тот, который не носит розового. Это не тот, кто всегда суровый и у кого огромные мышцы. Сильный мужчина — это тот, кто не боится показывать свои эмоции. Я сейчас говорю не про злость, не про агрессию. Я говорю о тех мужчинах, которые готовы разговаривать. О тех мужчинах, которые своим детям не стесняются сказать «я тебя люблю». Это простые слова, но на самом деле я уверен, что в нашей стране очень малый процент отцов и мужчин, которые своим детям говорят «я тебя люблю». И это очень важно, когда родители своим детям говорят эти слова. Это мужчины, которые готовы брать на себя ответственность за себя, за свою семью, за своих детей, за свою жену. В этом мужественность, а не в том, что ты говоришь определенные слова или носишь определенные вещи. Мне как мужчине хочется заботиться о своей женщине, чувствовать, что я могу ей в чем-то помочь. Рядом со мной сейчас уверенная в себе сильная женщина. И я уверен, что она такая благодаря нашим отношениям, благодаря тому, что мы поддерживаем друг друга. Рядом со мной моя прекрасная жена, которая дополняет меня и делает меня лучше. И я благодарен ей за это. То есть у нас идет вот такая синергия, дополнение друг друга. И да, я могу сказать, что она сильная, но сильная не потому, что она сильная женщина, которая плачет у окна, а она сильная, потому что у нее есть возможности, которых она сама достигла, в которых я ей помогаю. У меня есть возможности благодаря моей жене, благодаря тому, что она рядом со мной. Это взаимодополнение. У нас нет соревнования с Дашей в плане того, кто лучше, кто сильнее, кто быстрее. Мы любим определять наши отношения в формате там power couple. Вот такая сильная пара, которая просто помогает поддерживать друг друга. И мы кайфуем от этого. Потому что разные были времена в наших отношениях, когда мне было очень сложно, и она меня поддерживала и доставала из этой ямы. Были времена, когда ей было непросто. И, конечно, я был рядом с ней, потому что это моя женщина. По-другому я себе не представляю, как может быть вообще. Меня в детстве учили, что как мужик скажет, так оно и будет. И в моей семье, вот говоря о моем дедушке, так и было. Он буквально стучал кулаком по столу. И вот так будет, я так сказал, и никак по-другому. Я видел эту модель поведения, но, с другой стороны, я слушаю свою жену. Если есть возможность принимать решение вместе, то это идеальная, мне кажется, схема. Да, ты можешь взять на себя ответственность, когда она нерешительная, когда она думает, знаешь, я хочу и так, и так, вот я не знаю. Вот в этой ситуации ты можешь сказать, так, будет, я выбираю первый вариант, а не второй. Все, ты принял решение. Не обязательно тут силовать так, и не первый, и не второй, и третий вообще будет, и ты вообще сиди, молчи. Такие семьи есть, но это не мой вариант. Внешность, заработок, эмоции. Я ведущий, и стиль одежды для кого-то там странный. Как ты можешь там надеть такой пиджак или костюм там кому-то не понравился. Но задача быть заметным на сцене, и меня это ни капли не смущает. Это не делает меня скованным. Хотя у кого-то есть стереотипы, как мужчина должен выглядеть. Либо сколько мужчина должен зарабатывать. Это же тема на 10 книг, на 300 часов разговоров. Кто должен больше зарабатывать, мужчина или женщина? И я задаюсь этим вопросом честно до сих пор. Многие думают, что мужчина равно деньги. А вот представим себе ситуацию. Ты в какой-то момент потерял работу, и у тебя нет денег. Ты перестал быть мужчиной? Вот, понимаешь? Когда я себе ответил на этот вопрос, ну это же странно. Получается, как только у тебя пропадают деньги из кошелька, ты перестаешь быть мужчиной. То есть у тебя пропадают все твои мужские качества, и вся твоя внутренность, вся твоя душа. Или если тебя воспринимают только благодаря какой-то определенной сумме на твоей карте, да грош цена таким людям. Грош цена тому человеку, который с тобой рядом, если тебя так воспринимают. Поэтому мужчина — это не равно деньги. Ваш мужчина может сейчас зарабатывать мало, либо не зарабатывать, но если у него есть стремление и желание жить лучшей жизнью, и что-то исправить, это настоящий мужчина. Я не говорю сейчас о лентяях, которые лежат на диване и рассказывают, что такие все вокруг поганы, и им не дают работать, и не дают возможностей, а они такие безумно талантливые, их просто не ценят. Я говорю о тех, которые временно потеряли возможность зарабатывать. И от этого они не стали меньше мужчинами, потому что у них есть что-то гораздо больше. И это те стереотипы, с которыми я тоже сталкиваюсь, эмоции, которые нельзя проявлять. Но иногда ты все равно проявляешь эмоции. Это хорошо, ты не держишь это в себе, потому что потом ты начинаешь ссориться, ты начинаешь злиться, злиться на себя и злиться на всех вокруг. Мне было плохо от того, что я осознавал, что я хочу тратить деньги, а у меня сейчас денег нет на карте. И я не могу себе позволить той жизнью, которой я жил до момента начала карантина. Меня это вгоняло в жучащую депрессию. Мне было прям вот страшно, потому что я понимал, что рядом со мной женщина, мне нужно заплатить за квартиру, мне нужно заплатить за еду, и я хочу это сделать, а я этого сделать не могу. Мне было страшно в тот момент. Это был очень сложный период. Слава богу, в этот период все было хорошо с Дашиной работой. Она зарабатывала, и я старался ее поддерживать. Она была моей поддержкой и остается моей поддержкой в любой ситуации. И когда у меня абсолютно не было работы, я просто поддерживал ее в ее работе. Пытался скрасить ее будни, сделать легче, проще ее работу, когда у нее там была какая-то съемка, какая-то встреча, какое-то рекламное проявление. Я пытался там как-то продумать логистику этих съемок, этих встреч, для того, чтобы она проще доехала, чтобы какие-то вещи забрать, чтобы она этим даже не парилась. Поддерживал ее в это время и пытался как-то улучшить наше состояние. Поэтому я скажу, что да, с одной стороны, вроде бы не переживаешь, но с другой стороны, это страшно. Твои услуги, твои таланты, твое ремесло сейчас просто никому не нужно. И что? Ну, типа, я понимаю, что да, если ни копейки в семье не будет, но я пойду работать грузчиком. Но даже грузчики в то время не работали, понимаешь? Никто не работал в то время. То есть выйти на улицу просить. Люди на улицу даже не выходили, понимаешь? Ни у кого даже было бы просить тех денег. То есть просто тупо у тебя нет денег. Ты не можешь ничего сделать. Но у тебя есть рядом любящая женщина, которая тебя поддерживает, и ты понимаешь, что так будет не всегда. Я просто вот ввел себя так, как я умею. То, как меня, наверное, научили, то, как мне было это естественно. Эти мысли мне не пришли в голову благодаря кому-то. Я просто понимал, что у меня есть свободное время. Я хочу сделать жизнь своей женщины немного легче, проще, когда она работает. Почему бы нет? Затраты, на самом деле, сил ныть на диване, либо помочь кому-то, одинаковые. Тут что ты выберешь? Мне даже ныть на диване гораздо тяжелее, поэтому считайте, что я выбрал легкий путь. Да, я уверен, в сфере блогинга Даша гораздо успешнее меня. Даша была популярна в блогинге до телепроекта «Холостяк». Она стала популярней в блогинге после проекта «Холостяк». Это отдельная сфера ее жизни, которая там не зависит никак от каких-то факторов. Ей нравится этим заниматься. Я занимаюсь этим параллельно с какими-то другими своими проектами. Поэтому я откровенно признаю, что она безумно популярна в сфере блогинга, и мне нравится, что ей нравится этим заниматься. Да буду откровенным. Даша младше меня на 10 лет. Я хочу выглядеть хорошо. Я хочу выглядеть рядом с ней достойно. Я не хочу, чтобы когда-то наступил такой момент, когда мы будем с ней на отдыхе, и будут говорить так, это отец со своей дочерью. Но у нас так не будет. То есть у нас разница, конечно, не в 30 лет, но тем не менее. Я не могу себе позволить отрастить какое-то пузо, знаешь, и сидеть вот это. Если говорить о страхах, я хочу, чтобы мы всегда разговаривали. И, наверное, самый большой страх в отношениях между парами, когда они могут сидеть рядом и просто не разговаривать, потому что не о чем говорить. Мне хочется разговаривать, и когда нам будет там 50, 60, 70, 80 лет, чтобы у нас находились темы для разговоров. Остальных страхов у меня нет. Если появляются, мы обязательно между собой это обсуждаем. Но я люблю заниматься самокопанием, поэтому будет и тот, и тот вариант. Дольше я буду, наверное, в себе разбирать какую-то тему, переживать. И когда уже просто через край будут лица, и Даша заметит, она выведет меня на этот разговор. Очень редко, признаюсь, я сам начинаю разговор, что я переживаю о том или о чем-то еще. Меня приходится часто выводить на разговор, чтобы показать то, о чем я думаю или о чем я переживаю. Возможно, это какие-то зажимы из детства. Меня учили быть самостоятельным, а не идти за советом либо поддержкой кому-то. Справляться самому. У меня есть принцип, что если ты хочешь делать что-то хорошо, ты делаешь это сам. Поэтому, наверное, из-за этого я люблю чаще разбираться внутри, а потом уже выносить в крайнем случае. Да это однозначно легче. Тяжело просто сделать этот шаг. Ты себе в голове можешь накручивать истории, а потом с кем-то поговорил, и оказывается, все не то, что проще. Оно вообще не стоило твоих переживаний. Абсолютно не стоило. Но вот это сделать шаг, это, знаешь, как перепрыгнуть с одного небоскреба на другой, и ты видишь вот эту пропасть в километр. Ощущения приблизительно такие же. Я безумно был рад. Плакал ли я? Нет, я радовался, потому что этот момент... Я плакал? Я забыл. Да? Просто, ты знаешь, этот момент был настолько долгожданным, мы этого очень хотели. И оно не получилось вот так вот. Хотя я был уверен, что, так, погоди, это однозначно, это с первого раза работает. Но когда с первого раза не получилось, естественно, мы начали как-то переживать, волноваться. И это был долгожданный момент. Поэтому, да, я радовался, в какой-то момент плакал. Ну, это какие-то просто сказочные чувства. Ты понимаешь, что... Знаешь, это как... Вот это обычный понедельник, и вот объявляют по всем телеканалам, по всем ресурсам, что сегодня Новый год. И об этом знают все. Ощущения те же, когда ты понимаешь, что это просто вселенский праздник, который просто неожиданно вот так вот включился. И поэтому я вот выходишь на улицу, ты хочешь всем вроде бы рассказать об этом, и кажется, что все радуются уже за тебя, но никто на самом деле по факту не знает. Вот. Радости просто вот нереальное количество. Для нас было важно, чтобы мы подготовились к беременности. Не просто так это случилось, а... Я не знаю, как по-другому. Ну вот мы просто ответственно подошли к беременности. Мы захотели проверить свое здоровье, насколько там, что нужно подправить. Оказалось, все хорошо, и мы спокойненько занимались своим делом. Да, ответственное родительство — это про нас. Почему бы нет? Медицина есть, хорошие клиники есть рядом. Чтобы не переживать, не гадать, или потом не столкнуться с какими-то вопросами, лучше что-то предупредить, чем потом про это переживать. А мы думаем об этом. Я тебе скажу больше. Мы... Как так получилось, мы начали смотреть «Супермаму». Да, Дмитрий Карпачев — наш герой. Мы точно знаем, как мы будем разговаривать с ребенком, как нет. Это смешно. Вроде бы ты смотришь телешоу, но на самом деле там очень много классной жизненной мудрости, потому что ты смотришь на пару, или там на семью со стороны. И ты понимаешь, так, вот так я точно не хочу. И ты себе уже закладываешь какой-то план действий. О, а вот тут прикольно. Ну вот это не очень, а вот это круто. Будем своим ребенком так же. Ты слушаешь советы психолога. Пускай это не огромный курс по воспитанию ребенка, но какие-то точечные штуки, но ты их запоминаешь. И, с одной стороны, ты смеешься, улыбаешься в какие-то моменты, расстраиваешься, когда ты смотришь на отдельные примеры семей. Но это чему-то тебя учит. Мы так учимся. Перенимаем советы своих родителей. Естественно, все начинают советовать. Так, вот так с ребенком вы будете, а так не будем. И мы в этот момент, когда, знаешь, к нам лезут советы, мы говорим, спасибо большое. Мы сами. Я слушаю советы, но не всегда их принимаю. Это наш какой-то путь. Мы сами хотим пройти ошибки. Мы сами хотим потом сказать, что так не надо было, а так надо было. Потому что это как в отношениях. Тебе никто не расскажет, как тебе лучше выстроить отношения. Что касается медицины и врачей, да, мы слушаем, как нужно и что нужно, и только врачей. Мы не читаем интернет, не слушаем бабушек про бабушек, которые нам рассказывают, что нужно пить, а что не пить. Мы советуемся со своим единственным врачом и принимаем самостоятельно, как будущие родители, решения. И я хочу, чтобы у нас всегда так было. Мы будем принимать родителей, мы будем принимать их помощь, но принимать решения мы будем самостоятельно, потому что мы, будущие родители, это наши или там наши дети. Я даже знаю, кто это сказал. Я уверен в том, что для того, чтобы воспитать ребенка, нужно воспитать сначала себя. Ребенок берет пример с тебя, и поэтому тебе нужно воспитывать не ребенка, не рассказывать, как ему себя вести, а нужно посмотреть на себя в зеркало и понять, что ты не так говоришь или что ты не так делаешь. Потому что ребенок — это чистый лист бумаги, он просто наследует, копирует твои действия, твои фразы. Поэтому исправляйся сам, и ты увидишь, как меняется твой ребенок. Поэтому вот ответственный подход к воспитанию, работа с психологом — это все то, что поможет твоему ребенку стать лучшей версией тебя. Не заставлять его идти на какие-то кружки, на которые ты когда-то не ходил или мечтал пойти, а просто поработать над своей головой, над своим поведением, и ты увидишь, как меняется твой ребенок. Я уверен, что сейчас наверняка найдутся сотни родителей, которые напишут, ага, это у тебя еще детей нет, вот это ты так читаешь. Но посмотрим. Это мои фразы сейчас. Посмотрим, может, я как-то буду меняться. Но я уверен, что это так. Зазорного в этом ничего нет, когда мужчина ходит в декрет. Ты любишь своего ребенка, ты хочешь о нем заботиться и с ним проводить больше времени. В чем проблема? Тут единственный вопрос в ваших отношениях с женой. Мужчина остается мужчиной, неважно, он сегодня был на работе либо он сидел с ребенком. Женщина остается женщиной, неважно, она сегодня зарабатывала деньги либо сегодня кормила ребенка грудью. Нужно, наверное, разговаривать, нужно проговаривать, что давай договоримся, да, ты сейчас там несколько месяцев зарабатываешь деньги, но я сижу с ребенком, больше с ним времени провожу, и мы не тратим на няню. Думаю, что это как-то так. Когда ты с ребенком можешь времени много проводить, это же классно. Я смотрел компанию «Сильная», смотрел, естественно, несколько раз интервью Даши, смотрел интервью других девушек, наших знакомых, которые участвовали в этом проекте. И это очень сильный и очень важный проект. Меня удивило, что этот проект вообще появился, это очень классно. И еще больше удивило, когда появился проект «Сильный». Не все готовы говорить на откровенные темы, и у меня, наверное, было легкое удивление, что многие девушки откровенней начали говорить о материнстве, об отношениях, о своем теле, о своей внешности. Просто открываются те темы, на которые, возможно, раньше не так громко говорили, и это классно. Больше откровенности. Знаешь, люди себе представляют, что вот те, кто в экране, они какие-то прям вот супер реально сильные. Но это люди со своими слабостями, со своими трагедиями, со своими трещинами, со своими ранами. Они просто сейчас там сидят перед камерой, знаешь, там у них какая-то прическа на голове, и они выглядят, возможно, более прилизанными. Но на самом деле это такие же люди, которые там садятся в метро, в машину, разговаривают на тему. Но просто вот у них есть возможность и перед камерой посидеть. Они не перестают быть менее сильными, но у них есть свои истории. Но они становятся такими благодаря вот этой своей истории. Мы на самом деле с Дашей часто разговариваем на эти темы. Просто для меня это было очередное подтверждение, что Даша очень умная и очень мудрая. Иногда мы шутим, что она специально там в паспорте преуменьшила свой возраст, потому что на самом деле ей там лет 37 точно, знаешь, судя по ее мудрости жизненной. И для меня это очередное подтверждение, что да, моя жена такая, она самая классная, самая мудрая, самая добрая. И я очень сильно горжусь ей. Во-первых, привет. Во-вторых, я скажу, что я, наверное, отвечу так же, как и Никита, что мы все эти вещи, которые он сегодня проговорил здесь, и так проговаривали между собой дома. Наверное, тут, пока я его слушала, я еще раз убедилась в том, что Никита — это лучшее, что случилось в моей жизни. Потому что у меня очень часто такое случается, когда я наблюдаю за другими парами, за другими отношениями, и подхожу к Никите и говорю, я очень счастлива, что рядом со мной именно ты. Очень счастлива, что ты такой, что ты так воспитан, что у нас не такие отношения, а вот то, что мы создали с тобой внутри нашей семьи. Поэтому для меня сегодняшнее его интервью, наверное, только подтвердило всю мою любовь. Мы на одной волне. Он правильно сказал, что мы просто только вчера об этом разговаривали. У нас очень много проектов, которые мы ведем вместе. Вчера мы говорили о том, что у нас очень крутая синергия, что мы очень круто работаем в паре, мы дополняем друг друга, и, возможно, даже какие-то вещи у нас получаются только потому, что мы вместе, что вот по одиночку у нас бы не получилось сделать какие-то проекты вместе. У нас нет разделения на твое, мое. У нас все наше. Это наш семейный бюджет, наша семья, наша работа, наши проекты. У нас нет такого, что там кто-то занимается одним, а кто-то занимается другим. Нет, мы всегда стараемся вместе заниматься этим, поддерживать друг друга и мне кажется, что у нас получается именно поэтому все, потому что мы не даем друг другу упасть. Я думаю, что проект «Холостяк» отчасти это проект действительно о поиске себя для всех, и для участниц, и для «Холостяка». Ты по-новому открываешься, ты переживаешь какие-то новые этапы в своей жизни, очень интересные этапы в своей жизни. и если ты задаешься серьезной целью, ты получаешь серьезный результат. Я думаю, что это проект о поиске любви, но не все находят свою любовь. Это просто вот приключение. И у каждого из «Холостяков», как мы видим, это приключение складывается абсолютно по-разному. У кого-то оно там длится, у кого-то оно там, как американские горки, у кого-то это удивительное приключение, у кого-то интриги, драмы, у кого-то это личные трагедии. Кто-то участвует в этом приключении, у кого больше смелости. Я бы пожелал Мише немного расслабиться и вот просто с головой уйти в это приключение. Я верю, что у него реально это получится. Просто насладиться этим временем, получить кайф от этих съемок, от знакомств с новыми девушками. И хочется, очень хочется надеяться, что среди них найдется та самая, с которой ему захочется продолжить это приключение уже и после проекта «Холостяк». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова